в этом ролике вяжем красивый объемный оверсайз кардиган с капюшоном по мотивам брюнелла кочунели вывяжем градиент нежный переход от серого к бежевому серый цвет по низу кардигана и рукавов и на верхушке капюшона я вижу оверсайз на размер 42 44 ширина здесь около 65 сантиметров длина около 75 по плотности вязания у меня здесь в одном сантиметре одна петля и для вязания нам понадобится нить пайеток это намотка от филати пряжа шайн пейл здесь на хлопковой нити 3 и 6 миллиметровые пайетки на 100 грамм здесь 240 метров мой цвет 62 жемчуг нить мохера лана гата silk мохер мохер на шелке серый цвет номер 6033 бежевый 6039 мы будем вязать в три нити мохера и одну нить пайеток вяжем на спицах номер 6 длина лески может быть любая так как вяжем и поворотными рядами начинаем вязание со спинки вяжем снизу берем три серых нити мохера и одну нить пайеток и обычным способом на спицы номер 6 набираем 61 петлю плюс 2 кромочные то есть всего 63 петли если вы хотите ширину побольше набирайте большее количество петель число петель должно быть нечетным набрали необходимое количество петель разворачиваемся и начиная с изнаночной петли вяжем резинку один на один одна петля изнаночная 1 лицевая петли в этом ряду вяжем за переднюю стенку следим за тем что петли не скрещивались довязываем ряд до конца резинка один на один во втором и последующих рядах над лицевыми вяжем лицевые над изнаночными изнаночные лицевые провязываем за заднюю стенку изнаночные за переднюю формируем резинку один на один всего нам надо провязать 7 рядов резинкой провязали 7 рядов мы сейчас находимся на лицевой стороне об этом говорит наш красивый наборный ряд с изнаночной стороны здесь узелки начинаем формирование основного узора кромочную снимаем лицевую провязываем не как обычно обводим спицу в петлю на ряд ниже вытягиваем лицевую изнаночную провязываем обычной лицевые провязываем на ряд ниже изнаночные обычные в каждом ряду будем вязать точно так же лицевые будем провязывать на ряд ниже изнаночные обычные навязываем ряд до конца второй ряд все то же самое изнаночную провязываем обычный лицевой на ряд ниже таким образом формируем пышную резинку всего нам надо провязать 16 рядов тремя серыми нитями затем будем постепенно менять цвет провязали 16 рядов в этом узоре не забываем что одна вот эта пышная лицевая это два ряда отрезаем нить серого цвета и заменяем ее на нить бежевого цвета провяжем 4 ряда таким сочетанием цветов узор повторяется кромочную снимаем лицевые вяжем на ряд ниже подхватываем все нити новые наши изнаночные обычные провязываем 4 ряда следующий этап смены цвета отрезаем еще одну серую нить добавляем еще одну бежевую нить у нас осталась одна серая нить две бежевые и нить пайеток провязываем еще четыре ряда и следующая смена цвета отрезаем серую нить вводим в работу третью бежевую нить и далее будем вязать этим сочетанием цветов вяжем на нужную нам длину спинки периодически можно прикидывать изделие к себе и смотреть достаточно ли мы провязали английская резинка имеет свойство вытягиваться поэтому периодически проверяйте достаточно ли ваша длина просто вертикально приподняв изделие накинув на себя всего этим сочетанием цветов всего этим сочетанием цветов я провяжу 66 рядов спинка у нас должна быть чуть длиннее чем полочки чтобы изделие не оттягивал назад поэтому на спинке будет провязана на шесть рядов больше когда закончили со спинкой провязали нужную нам длину оставляем изделие на леске если у вас разъемные спицы или перенесем петли на дополнительную спицу или на дополнительную нить оставляем в таком виде приступаем к полочкам на полочке мы набираем по 30 петель плюс 2 кромочные и вяжем в таком же порядке как мы вязали спинку сначала секция из трех серых нитей затем четыре ряда для смены нитей переход на три бежевых нити и в высоту здесь провязано на 6 рядов меньше то есть 60 рядов тремя бежевыми нитями плюс нитью пайеток вторая полочка вывязывается точно также но здесь один нюанс первую полочку мы начинаем с лицевой стороны вторую полочку мы начинаем с изнаночной стороны это нужно для того чтобы когда мы сшивали изделие все смотрелось гармонично и аккуратно здесь полочки сойдутся лицевыми петлями полочки мы тоже оставляем на лесках либо на дополнительных спицах либо переносим на дополнительную нить теперь нам надо выполнить плечевые швы мы складываем спинку и полочки лицевой стороной друг дружке еще раз вам покажу красивый наборный край это лицевая сторона узелки это изнаночная сторона на спинке по центру нам надо выделить 15 петель эти петли мы трогать не будем они у нас сразу пойдут на капюшон выделяем их маркерами оставшиеся петли петли плечей мы будем сшивать при помощи крючка нить пайеток мы отрезаем она нам будет мешать сшивать будем тремя нитями мохера у меня крючок номер пять снимаем петлю с одной детали петлю со второй детали протягиваем рабочую нить через две петли снимаем петлю с одной спицы со второй спицы протягиваем рабочую нить через уже три петли снимаем одну петлю вторую петлю протягиваем крючком рабочую нить через образовавшиеся петли таким образом формируем шов слишком туго петли здесь не стягивайте но и свободными не оставляйте нам надо сшить все петли до маркера у меня осталась одна петля до маркера петля с первой спицы петля со второй спицы протягиваем рабочую нить и образовавшуюся петлю возвращаем на спицу петли второго плеча сшиваем точно также шьем мы справа налево поэтому разворачиваем изделие и начинаем сшивать и сшиваем петли до маркера оставшуюся в конце шва петлю переносим на спицы у меня сейчас петли на трех лесках перенесем все петли на одну пару спиц с одной полочки и со второй вот что мы сейчас имеем на спицах займемся вывязыванием капюшона провяжем один ряд поднимая петли из плечевых швов чтобы там не было больших расстояний вяжем по узору до плечевого шва дошли до плечевого шва здесь большое расстояние нам надо поднять одну петлю на правой спицы лицевая значит подняли изнаночную дальше на спицы то петля которая осталась после плечевого шва из трех нить и мохера мы ее провязываем вместе со следующей петлей лицевой далее вяжем по рисунку изнаночная лицевая на ряд ниже провязываем петли спинки вяжем до 2 плечевого шва там где большие расстояния мы поднимаем петли по рисунку вот наша петля оставшиеся после закрытия плечевого шва я поднимаю петлю изнаночную через нее то есть провязываю одновременно ту петлю без нить и пайеток и поднимаю следующую далее довязываем все петли по узору изнаночные обычные лицевые на ряд ниже и всего сейчас на спицах у меня 35 петель выделяем центральную петлю отсчитываем 17 петель с одной стороны 17 другой и вот наша центральная петля с лицевой стороны она лицевая в каждом втором ряду вокруг нее мы будем делать прибавки сейчас провязываем изнаночный ряд довязываем до конца в каждом лицевом будем делать прибавление следующим образом довязываем до середины до маркера перед маркером накидываем протяжку от себя провязываем лицевую за переднюю стенку получилась петля с наклоном вправо далее лицевая по узору на ряд ниже после маркера накидываем протяжку от себя провязываем лицевую за заднюю стенку довязываем ряд до конца в изнаночном ряду включаем прибавленные петли в узор причем узор не от центральной петли а основной части. Вот у нас идет лицевая, то есть далее должна идти изнаночная. Провязываем петлю изнаночной. Центральная лицевая неизмена, она всегда изнаночная. И на второй половине смотрим. У нас идет лицевая, значит эта петля должна быть изнаночной. Довязываем ряд до конца. В лицевом ряду снова будем делать прибавки. Вяжем петли по узору до маркеров. И снова перед маркером прибавка лицевой с наклоном вправо. Накидываем протяжку от себя. Провязываем лицевую за переднюю стенку. Центральная петля неизменна, лицевая на ряд ниже. После маркера прибавка лицевой с наклоном влево. Протяжку провязываем за заднюю стенку. Далее вяжем петли по узору. То есть такие прибавления мы делаем в каждом лицевом ряду. В изнаночном ряду мы включаем эти петли в узор. Смотрим на узор правой части и левой части. Здесь я провязала лицевую, изнаночную. Значит прибавленная петля должна быть лицевой. Центральная петля всегда изнаночная с изнаночной стороны. Смотрим на узор второй части. лицевая, изнаночная. Значит эта петля у нас тоже лицевая. Провязываю ее лицевой. Таким образом, для объема капюшона надо провязать 14 рядов с прибавками. То есть всего 28 рядов. И здесь по центру у нас пойдет расширение. После того, как мы провязали 14 рядов с прибавками, у нас капюшон расширился, стало 63 петли на спицах. Вот такую форму имеет капюшон. То есть в этой части у нас провязано 28 рядов. Далее мы вяжем вверх без прибавок еще 26 рядов. В тех местах, где у меня заканчивается нить, я просто ее отрезаю и начинаю вязать от нового мотка. Потом в конце делаю небольшой узелок и прячу хвостики по задним стенкам петель с изнаночной стороны. Верхушка капюшона у нас серого цвета, поэтому сейчас происходит смена нитей. Точно так же, как мы делали в начале. 4 ряда провязываем двумя бежевыми нитями и одной серой. 4 ряда провязываем двумя серыми нитями мохера и одной бежевой. И переходим на вязание тремя серыми нитями мохера. Тремя серыми нитями мы провяжем еще 14 рядов. Но здесь вокруг центральной петли мы начинаем делать убавления в каждом втором ряду. Дошли до центральной петли, здесь нам надо провязать 3 петли вместе, так чтобы лицевая осталась по центру. Мы меняем местами первую и вторую петлю, вводим спицу перед работой в лицевую, меняем местами с изнаночной, провязываем 3 петли вместе лицевой за задние стенки. Сделали убавление двух петель. Далее вяжем петли по узору, изнаночный ряд тоже провязываем, так как у нас лежат петли. В лицевом ряду снова делаем убавление. Меняем местами первую и вторую петлю так, чтобы вторая оказалась сверху. Провязываем 3 вместе лицевой за задние стенки. Изнаночные ряды вяжем по узору. Всего таким образом мы провяжем 14 рядов, то есть 7 рядов с убавлениями. Закончили вывязывание капюшона на спицах 49 петель. Теперь будем его сшивать. Складываем капюшон пополам. Вытягиваем спицы, чтобы было удобнее сшивать. Нить пайеток отрезаем, сшиваем тремя нитями махера. Первый стежок соединительный. Нить проводим в петлю с противоположной спицы. Далее вводим нить снова в петлю на первой спице. Теперь будем попарно сшивать по 2 петли на одной спице. На первой спице вводим иглу в первую петлю сверху вниз, во вторую петлю снизу вверх. Оставляем вторую петлю на спице, первую снимаем. Идем на вторую спицу, вводим иглу сверху вниз, снизу вверх. Одну петлю снимаем, одну петлю оставляем на спице. Сверху вниз, снизу вверх. На второй спице сверху вниз, снизу вверх. Таким образом будем сшивать все петли. Я уже на финишной прямой. На первой спице у меня осталась одна петля. Ввожу иглу снизу вверх. И далее увожу ее в последнюю петлю на второй спице. Две петли соединяю. И увожу конец нити на изнаночную сторону. На изнанке хвостик нити закрепляем и прячем, проводя по задним стенкам петель. Вот такой аккуратный шов у нас вышел. Теперь приступаем к рукавам. Накидываем изделие на себя и вычисляем желаемую ширину проймы. Отмечаем маркером начало рукава и считаем, сколько рядов снизу у нас до этого маркера. Такое же количество рядов отсчитываем по спинке. Тоже отмечаем маркером. Те лишние ряды, которые мы провязали на спинке, они как раз пойдут в разрез проймы. Сейчас будем добирать петли для рукавов, но добирать их будем постепенно, формируя окат рукава. Отсчитываем 6 кромочных от начала плечевого шва. Вводим спицу под обе стенки кромочной. Протягиваем рабочую нить. У нас здесь 3 бежевых нити. Нить пайеток. Добираем из каждой кромочной одну петлю. Спицу вводим под обе стенки кромочной. Добрали 6 петель из-под каждой кромочной. Одну петлю добираем из шва. И далее переходим на следующую половину. Тоже из-под 6 кромочных вытягиваем 6 петель. 13 петель на спицах. Разворачиваемся. Первую петлю снимаем. Нить подтягиваем. Провязываем один ряд резинкой 1х1. Одна изнаночная, одна лицевая. В конце каждого ряда мы будем добирать по 3 петли. На изнаночной стороне добираем петли изнаночными. Разворачиваемся. Эти 3 петли нам надо включить в узор. Первую мы всегда снимаем. Смотрим, что у нас провязано. Лицевая, изнаночная. Значит, эти петли должны быть лицевой и изнаночной. Включаем их в узор, провязываем изнаночную, обычную лицевую. Далее вяжем нашим основным узором. Изнаночная, лицевая, на ряд ниже. То есть, как только петли позволяют, мы включаем их в наш основной узор. Довязываем ряд. В конце лицевого ряда добираем 3 петли из-под каждой кромочной лицевыми. Разворачиваемся. Первую петлю аккуратно снимаем. Включаем набранные петли в узор. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Значит, провязываем лицевую, изнаночную. Далее мы можем вязать уже нашим основным узором. Довязываем ряд до конца. В конце ряда добираем 3 петли. С изнаночной стороны изнаночные петли. Разворачиваемся. И снова включаем набранные петли в узор. Таким образом, с каждой стороны, добирая по 3 петли, нам надо добрать все петли рукава до маркеров. Количество петель здесь должно быть четным, чтобы нам потом рукав аккуратно сшить. Я набрала 50 петель. И вот такую форму сейчас имеет наш рукав. Далее мы будем вязать нужную длину без убавок. Я провяжу 32 ряда до смены нитей. По низу рукавов у нас серый цвет. Здесь применяется то же самое очередование, что мы использовали ранее. 4 ряда с одной серой нитью. 4 ряда с двумя серыми нитями. И переходим на вязание серой нитью. Я провяжу еще 26 рядов тремя серыми нитями. Вывязали нужную нам длину рукава. Заканчиваем рукав резинкой 1х1, но нам надо убавить количество петель для красивой формы рукава. Кромочную снимаем, провязываем лицевую вместе с изнаночной лицевой. Далее 2 петли нам надо провязать изнаночной. Лицевую разворачиваем, провязываем 2 петли изнаночной за передние стенки. Снова 2 петли лицевой за задние стенки. Петлю разворачиваем, 2 петли изнаночной за передние стенки. Таким образом уменьшаем количество петель вдвое. Далее провязываем резинку 1х1, над лицевыми лицевыми, над изнаночными и изнаночными. Всего у меня провязано 6 рядов резинкой. Закрываем петли обычным способом, провязав петлю по узору, накидывая на нее предыдущую. Провязываем лицевую, накидываем предыдущую. Провязываем изнаночную, накидываем предыдущую. Закрываем петли до конца ряда. Аналогичным образом вывязываем второй рукав. Нам останется выполнить боковые швы и швы рукава. Я начинаю сшивать снизу. Сшиваем тремя нитями махера. Там, где серый цвет, я буду сшивать тремя серыми нитями. Там, где бежевый цвет, тремя бежевыми. Первый стежок соединительный. Подхватываем крайнюю кромочную на одной детали и на второй. Далее будем сшивать, вводя иглу под одну кромочную и выводя под второй. То есть подхватываем перемычку, вот эту, между кромочными. Протягиваем нить. На второй детали то же самое. Под одну кромочную вводим, под второй выводим. Возвращаемся к первой. Вводим под обе стенки одной кромочной. Выводим под обеими стенками второй. Шов туго не затягивайте, периодически его расправляйте. Продолжаем так сшивать до пройм. Затем сразу же переходим на рукав. В итоге формируется вот такой незаметный, красивый шов. После этого отправляем кардиган на ВТО. Лучше стирать вручную. Сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде, придав кардигану нужную форму. Продолжаем. Продолжение следует...